Инвалидов тактично называют люди с ограниченными возможностями, а сами они просят их ни в чем не ограничивать. Ни в работе, ни в спорте, ни в творчестве. Что и продемонстрировали на сцене ДК России, где состоялся концерт, посвященный Международному Дню Инвалида. Подробности в нашем следующем сюжете. Только посвященные знают, этот певец не видит своих зрителей. Но это не мешает Евгению учиться в СГУ и оставаться жизнерадостным парнем. Зрители аплодируют с особым чувством. Многие из них тоже каждый день побеждают себя и болезнь. В зале Дворца культуры России идет концерт, посвященный Международному Дню Инвалидов. Со всей области приехали около 600 саратовцев с ограниченными возможностями. Это люди, которые идут в ногу со временем. И в сегодняшнем нашем обществе наравне со всеми обучаются, занимаются танцами. Как здесь было сказано, пишут стихи, ведут активный образ жизни. Как подтверждение этих слов – вручение премии «Филантроп» за выдающееся достижение инвалидов в области культуры и искусства. Саратовский танцевальный коллектив «Вдохновение» появился три года назад, когда область приобрела специальные коляски для танцев. Сегодня в репертуаре «Вдохновение» – вальсы, народная барыня и даже эротика-дэнс. Держать спину очень трудно еще физически бывает, потому что осанка, спина у всех сломана, трудно. Голова и осанка, спина, которая не держится, нужно держать. Подошла девочка за кулисы и говорит, я так хотела танцевать всегда. Девочка здоровая, но она полненькая, у меня были свои комплексы, то есть я, ну, вроде толстую, не клюшику дали мне. Но когда она увидела нас на сцене, она заплакала, говорит, я тоже теперь пошла в танцы. Свои умения люди с ограниченными возможностями демонстрируют в фойе де Карассия, дают мастер-класс по вышивке, росписи, изготовлению игрушек. Тут же фото-выставка в объективе «Мама», посвященная женщинам, которые выстояли в трудной жизненной ситуации. Сегодня в Саратовской области проживают более 6 тысяч детей-инвалидов, а общее количество жителей с ограниченными возможностями в регионе – более 155 тысяч человек. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.